Ставлю на запись, ставлю на запись название глава Ваешев, глава Ваешев, день второй, день второй. Так, все, запись идет. Заканчивается молитва как раз, я вот после молитвы, сейчас начинаю урок. Аминь. Аминь. Сейчас я вам расскажу, я сейчас нахожусь в городе Вена, и здесь как раз я молюсь в центре города, очень прекрасная, огромная община такая, да, но утром пришло нам меня всего 10 человек, я 10 был. И получается, что есть такие части молитвы, которые можно говорить только в 10, если один выходит, уже нельзя говорить. И молитва закончилась, там оставался один вот этот вот, называется Кадиш. Кадиш, это, его говорят только в 10, и мне вот открыли дверь, и как раз я, да, захотите, как раз я, значит, был 10. Все, дорогие друзья, значит, что нам показывает Кадиш? Есть вещи, которые в святости можно говорить только, когда собираются 10 евреев, вот прямо так оно работает. Есть вещи, которые можно говорить только в определенное время, например, Йом-Кипур, Рошашана, да, части молитвы. И получается, что вот этот мир, он устроен, когда сходится несколько факторов, бах, и, значит, что-то срабатывает. Вот, да, сегодня все хорошо. Значит, смотрите, сегодня мы читаем второй день, сегодня второй день недели, глава, последняя глава книги Берешит, которая называется «Ваехи». И жил Яаков, начинается эта глава. И здесь тоже очень интересная такая вещь, я вчера это не сказал, но вот я прочитал этот комментарий, очень интересный, такой жизненный. Значит, и жил Яаков в земле Египта 17 лет, и было всех дней жизни Яакова, значит, 7 лет, 40 лет и 100 лет, 147 лет. Так что интересно, жизнь человека, она определяется тем, что у него в конце. Вот, например, смотрите, человек идет, значит, на прогулку, идет на прогулку, он гуляет тут красиво, там красиво, здесь красиво, там красиво. И в конце прогулки его сбивает машина, и он, значит, проводит ближайшие два месяца в больнице. Хорошая была прогулка, ужасная, ну, то есть, хуже не придумаешь. Несмотря на то, что большая часть прогулки прошла весело, но концовка прогулки была очень плохая. И наоборот, человек идет на прогулку, тут дождь, тут он в лужу упал, тут он ногу подвернул, все, и вот он уже конец этой прогулки, он думает, ну, жуткая прогулка. И в конце он вдруг находит чемодан, а в чемодане 2 миллиона долларов. И он на эти 2 миллиона долларов, значит, наличными, все, и записка, значит, кто найдет, дарю ему этот подарок. Что он будет про эту прогулку всю жизнь вспоминать дальше? Какая была чудесная прогулка, вообще просто, какое счастье, что я вышел на эту прогулку. Все определяется концовкой. И вот здесь конец жизни Яакова был хорош, 17 лет последний он провел. Любимый сын, значит, Йосеф, вся семья вместе с ним, все благополучно. Живут в отдельной земле в Гошин, у них есть отдельная еврейская автономная область, такой Биробиджан в Египте. Все живы, здоровы, все, и он довольно счастливый. Это вот как раз такой интересный комментарий, почему глава называется «И было жизни Яакова в земле Египта 17 лет, то есть хорошие, и вся жизнь Яакова присоединилась, закрылась как бы этими 17 годами последними». Да, так что надо думать про конец жизни. Вот, теперь сегодняшний отрывок, он начинается словами «И глаза Истраэля Кавду Мезотин». Значит, глаза Истраэля, они отяжелели от старости. «Ло юхаль лерот», он уже не мог хорошо видеть. «Ва еге шутам и лав, ва ешек леем, ва ехабек леем». Значит, и Йосеф подвел к Яакову своих двух сыновей, которых он привел для благословения. Значит, Яаков уже их не видел, и он вообще уже не был Яаков, он здесь был, видите, Истраэль. Он был в состоянии уже очень такого высокого присоединения ко Всевышнему. И он их поцеловал, внуков своих, и он их обнял. И сказал Истраэль Йосефу «Руа панейха ло пилалти». Он говорит «Я видит твое лицо, даже не надеялся». Не надеялся, то есть, тут он ему описывает, как бы, представьте, вот он не видел Яосефа 22 года. И 22 года он находился в скорби по Йосефу. Почему он находился в скорби по Йосефу? Потому что он не надеялся увидеть его лицо. То есть, он когда сказал себе, что да, Йосефа разорвало дикое животное, он умер. И он жил в этом своем представлении о реальности, которое его ввело в состояние депрессии и негатива психологического. В итоге у него закрылось пророчество, и он не видел, что Йосеф жив. И он ему говорит «Я не надеялся даже увидеть твое лицо». «Веины эрау ти элоим гамет зареха». «А вот мне показал всесильный и твое потомство». Он говорит «Ну как?» Не то, что он так говорит, он сказал то, что здесь написано. «Я твое лицо не надеялся увидеть, а сейчас вижу твое потомство». Это еще раз нам показывает, что не знает человек, как сказал царь Соломон, «Ло и да адам ма и ело». Не знает человек, что будет ему. «Умаше ахарав ми ягитло». Что у него за спиной, кто ему скажет. Он даже не знает, что у него сейчас за спиной. Тем более, он не знает, что будет ему. Тем более, он не знает, что будет другому. И нам это Тора подчеркивает, даже у самых великих праведников, даже у пророков, таких как Яаков, он не знал, он говорит «Я не думал, что я увижу своего сына, тебя, а вижу сейчас твое потомство». Что это всесильный так делает, что мы живем в мире, в котором мы все время догадываемся, достраиваем себе какие-то предположения, модели мира и так далее. То есть человек живет в своей картине мира, в модели мира, которую сам себе построил. И все, что он получает, это следствие вот этой модели мира. Иосиф их тогда, как бы, отодвинул от себя своих сыновей. И они упали ниц на землю перед Яковым, перед своим дедушкой. Вот это вот тоже меня всегда удивляет, когда мы читаем в Торе, как они раньше. Они все время падали на землю. То есть я так думаю, что даже раньше не нужна была физкультура, потому что ты в день упадешь на землю раз десять перед министром, перед папой, перед дедушкой, перед папой, перед министром, перед фараоном. И все время они падали на землю, вставали, падали, вставали. В общем, о ней написано Иштахаву, Леопав, прям лицом ниц, пали ниц на землю. В войках Иосифа Чнеем, это Ифраем Бе-Амино. И взял тогда Иосиф, поднял их, и поставил Ифраема, своего младшего сына, с правой стороны от себя, а слева поставил, и он был справа, Ифраем, от Иосифа, и получается слева от Исраэля, от папы. То есть они стояли лицом друг напротив друга. Значит, Иосиф ставит своего младшего сына по правую руку. Значит, вэт Минаша бисмолео, а Минаша ставит по левую руку, чтобы он был по правую руку Исраэля. И подходят они так к Исраэлю, к дедушке они подходят. Ваишлах Исраэль эт Ямино, ваишет аль-рош Ифраем. Но что делает Исраэль? Он одну руку ставит вот так вот на голову Ифраему, правую руку. И, а он младший, а левую он ставит на голову Минаши. Секель эт Ядав, он перекрестил руки. И Минаша обхор, то есть Минаша был обхор, но он на него положил левую руку, а правую положил на Ифраема. Ваеварех эт Йосеф, и благословил Йосефа Ваямар. Значит, вот давайте по словам идем, и дальше потом мы узнаем, что в них скрыто. И написано, ваеварех эт Йосеф, благословил он Йосефа. Ваямар, и сказал, Перед которым ходили мои отцы, да, то есть отцы, кто у него? Авраам, Ицхак. Так вот, всесильный, перед которым ходили мои отцы, Авраам, Ицхак. Всесильный, который пас меня, да, как пастух мне, от начала до сегодняшнего дня. Амалах, значит, ангел, агуэль ути миколера, ангел, который меня спасал от любого зла. Иварех эт Йосефа, благословит подростков. Ваекра баэмшми, и назовет на них мое имя. Вешема вутай, и имя отцов. Авраама, Ицхака. Ваэнгуляров, и они будут как рыбы умножаться до множества. Бекерев арец, внутри земли. Все, это благословение, сегодняшний отрывок заканчивается, давайте в нем разбираться. Значит, первое, написано, и он благословил Йосефа. А где здесь благословение Йосефу? Здесь же идет благословение его сыновьям, Эфрааму и Минаше. А где же благословение само Йосефу? Значит, говорит нам устная Тора, что ваеварехет Йосеф благословил Йосефа. Он Йосефу передал благословение, которое было благословение Авраама и Уицхака. Это сила благословлять. То есть была особая, как помните, когда Бог сказал Аврааму, «Значит, лех леха, иди себе ми арцеха из земли твоей, ми молотеха из города твоего и из семьи твоей, эляра цеша лереха, в землю, которую я тебе покажу, вэй арбеха, я тебя умножу, я агделич леха, вэй и варехеха, и я тебя благословлю, я увеличу твое имя, будет у тебя слава, вэй елеха браха, и будет у тебя браха, я тебе дам силу благословлять». Это было, как бы, такое особое благословение Всевышнего, особая сила давать благословение. Значит, Авраам передал эту силу Ицхаку, Ицхак передал эту силу Якову, Яков передал эту силу Юсефу. В словах, скрыт вот этот смысл, он отдал эту силу благословлять Юсефу. Дальше, отдал ему золотую рыбку, на тебе главную золотую рыбку, то есть теперь ты можешь благословлять. Теперь, как он дальше благословляет сыновей Юсефа? Всесильные, которые ходили мои отцы перед ним, Авраам Ицхак, значит, он говорит, что та сила, которую заработали, соединившись со Всевышним Авраам и Ицхак, я передаю Бог, который меня пас до сегодняшнего дня. Что это значит? Смотрите, вот, например, Бог дал кому-то потенциально миллион долларов. То есть на небе у кого-то есть судьба, например, да, миллион долларов. Теперь, но этот миллион долларов, он как бы разложен в десять каких-то действий или мест, которые нужно сделать. И эти уже действия и места, это уже выбор человека. То есть потенциал у него есть, как игра такая компьютерная, но зайдет ли он в это место и возьмет ли он оттуда десятую часть, или не возьмет, это уже выбор человека. И вот он им говорит, что у вас есть это браха благословения, которое было у Авраама Ицхака, которые всю жизнь ходили перед Богом и выполняли его заповеди. Но это тот Бог, который был моим пастухом от начала до конца. Я все время должен был выполнять его волю и все время знать, что Бог от меня хочет здесь, что Бог от меня хочет здесь, что он хочет там. И все время я, то есть в этих словах скрыто. Помните, Яков, он волновался, что даже когда у него было благословение от Бога, что Бог будет его во всем защищать. И когда он приближался к Исаву, написано в Айра Яков Вайцарло, испугался Яков, и стало ему страшно. То есть почему? Он боялся, что может быть, как он сказал, Катонки Миколя Хасадим, что я стал маленький от всего того милосердия, которое ты дал мне. Он говорит, может быть, я уже выбрал всю свою браху, все свое благословение, всю защиту. Может быть, я своими действиями не заработал себе дополнительно ничего. То есть всегда нужно знать, знать, что есть баланс. Все в жизни очень сбалансировано. И то, что ты получаешь, должно быть прямо равноценно сбалансировано с тем, что ты отдаешь. А если ты много отдаешь, так ты должен знать, что Всевышний сбалансирует, и Он сделает так, чтобы ты получил. То есть вот эта система, она работает в любом случае. В общем, Яков говорит, что значит благословение, которое было от Авраама, Ицхака, и от меня, значит, оно идет на вас. А в Малах есть еще отдельно ангел, который спасал меня от всякого зла. То есть есть отдельно, значит, еще один уровень. Есть Бог Юткей Вавкей, Творец Мироздания. Это браха. Это то, что скрыто в слове браха. Браха это как бы увеличение выше, чем силы природы. Дальше. Потом есть Всесильный. Всесильный это все силы, это как бы система. Теперь в этой системе есть еще Малах, ангелы. Это еще более низкий уровень такой взаимодействия с Богом. И он говорит, есть еще ангел специальный, который спасал меня от всякого зла. Значит, и он, этот ангел, тоже передается вам. И в Арахе, это на Рим. Он будет благословлять подростков. Вот. И тут очень важная вещь, которую без комментатора, которого зовут Орахаем, есть такой комментатор, не поймешь. Как вы поймете слова? «Ваекра баэм шми» и будет в них называться мое имя «Вэшема вутай» и имя моих отцов Авраама и Ицхака. Как понять, что будет в них, в этих подростках, называться мое имя и имя отцов? Объясняет нам Мурахаем. Он говорит, смотрите, в имени Исраэль, он говорит, в них назовется мое имя. В имени Исраэль скрыт же, помните, как он получил имя Исраэль? Исраэль это царита им Элаким в Адам в Инициахта. Он боролся с Богом, с ангелами и с людьми и победил. Яков, он такой борец. Он борец, он всю жизнь боролся, у него были разные сложности, он боролся. Это значит, он говорит, браха, которая скрыта в моем имени, будет, значит, на этих подростках. Авраама, имя Авраама, что скрыто в имени Авраама, отец народов, ав, множество народов. Когда Бог дал ему имя, он сказал Аврааму, ты будешь нести имя Всевышнего народом. Он говорит, то, что скрыто в имени Авраама, тоже будет в вас благословение, будете нести божественное знание народом, как делал Авраам. В Ицхак, имя Ицхак, что значит, будет смеяться, будете все время веселыми. То есть, когда он дал им три вот этих имя и сказал, что в вас имена эти расстроятся, это значит, что в именах есть тоже определенная браха, и он эту браху тоже им передал. Вайгуляров и будут умножиться как рыбы, как рыбы почему-то, почему как рыбы, объясняет нам устная Тора, рыбы скрыты под водой, и рыбы, нету на них то, что называется Айнара, злой глаз на рыб не действует. Теперь, как снять злой глаз, если есть, начать, какой-то там злой глаз и так далее, миква, миква, окунаешься под водичку или там в море ныряешь, или все, и ты как бы скрываешься от злого глаза и снимаешь с себя вот этот злой глаз. И он говорит, что будете вы как рыбы размножаться, то есть скрытно под водой бекер варец внутри земли, то есть распространитесь по всей земле. Вот такого благословения он им дал. Давайте сейчас его еще раз прочитаем, чтобы это благословение было на всех, кто изучает Тору на Ваикре, чтобы было на всех нас, тех, кто любят Всевышнего, тех, кто учат Тору, тех, кто хотят выполнять заповеди Всевышнего, чтобы на нас это благословение распространилось. Значит, давайте прочитаем еще. Ваеверех от Йосеф и дал он благословение Йосефу Ваюмар и сказал Айлоим Ашер Итхалху Авутай Лефанав Всесильные, которые проходили отцы перед ним, Авраам Ваискак Айлоим Всесильный Аруэути Мауди Адаемазе Который меня пас от тогда до сегодняшнего дня Амалах Агоэлю Тимикулера Ангел, Который спасал меня от всякого зла Иварех Анаарим Благословит подростков Ваекра Баэн Шми И назовет в них имя мое Ваше Мавутай И имя моих отцов Авраам Ицхак Ваэдгуля Ров Бекэров Аратс И чтобы Завтра Мы запускаем Вечером Наша онлайн школа Жизнь по Торе Будем ее с Божьей помощью Развивать Спасибо всем Друзьям Ваекра Партнерам Ваекра Спонсорам Ваекра У всех есть Заслуга В каждом роде Торы В каждом действии Которое мы делаем Так как вы партнеры И вы участвуете В этом деньгами Значит все Что мы делаем Становится вашей Тоже заслугой Все Удачи Всем успехов И чтобы Всевышний Услышал вашу молитву